Привет, мои видео выходят также на Дзене. Ссылка в описании, в комментариях, если хочешь, переходи и смотри мои видео там, так как я участвую в конкурсе и мне нужны просмотры там. Ставь лайк, если ты просто бэйнайсик, бро. Я тут подумал, почему бы не заснять обзор на Скибиди Туэлет. Мод, который я давно не обозревал, потому что он тысячу раз обновлялся, много всяких новых Скибиди Туэлетов добавилось, которых я хочу продемонстрировать. И мы посмотрим, наверное, и тех, что были до этого, да, то есть вот дефолтный туалет, он же тоже там менялся, не менялся и стоит все-таки чекать. Кстати, почему-то у меня какой-то баг и... Почему они как жители? Подожди, но они же могут атаковать, я правильно понимаю? То есть это измененный житель, который все равно меня будет атаковать. Тогда, ну ладно, никаких предъяв нет, все равно это просто считается как церковник только... Ну, как фермер или житель, просто нажав на него правой кнопкой мышки, и это не страшно. Только странно, что он издает звуки жителя. А, когда нажимаешь, тогда претензий нет, пофиг. Кстати, их очень много видов есть, то есть мы ставим вот этот туалет, и тут разные они спавнятся. То есть может и черный с кибиди туалет, ну то есть с черной кабиной, а может и темнокожий с кибиди туалет выпасть, и лысый, и какой еще, полицейский может выпасть. Ну это вроде все, которые могут, да. Вот, поэтому тут все как бы. Я показал? Дальше мы смотрим, у нас там астродитейнер. Ну давай сразу же будем просто по очереди идти, не по возрастанию силы с кибиди туалетов, а по спавн яичкам. Вот, и короче, астродитейнер это вот этот вот с кибиди в туалет второй, который такой удар произвел по МК-3 Джимену, понял, да? Который вместе с вторым с кибиди туалетом таким летающим был. Я вот даже не знаю, во астротуалет, как ты помнишь, они там вместе. То ли в 60-й серии, то ли в какой, короче, вот в последних сериях. Ну вот, они как бы разговаривали с этим Джименом. Ну и потом в защиту там залетел более большой с кибиди туалет. Ну ладно, неважно, давай-ка мы просто рассмотрим его тогда уж. Смотри, астродитейнер у нас выглядит таким образом. То есть он летающий, конечно же. У него такое колесо под ним. Я не знаю, это походу вентиль, который позволяет им летать. Хотя, мне кажется, такого вентиля не хватит, чтобы такую махину поднять. Но тут как бы у нас еще какие-то установки, клешни, вот. Которые они, он для чего-то использует, да, там атакует и все дела. Только вот эта верхняя, это походу еще одна такая щупальца специальная. Ну и после него идет еще один улучшенный с кибиди туалет, который летает и вообще имеет кучу приспособлялок. Он улучшенный и его зовут Терминатор Тойлет. Не знаю, насколько это правда, потому что, наверное, он сэв туалет, то есть дабл сэв, басс сэв. Двойные пилы, короче. То есть вот здесь пила и вот здесь. У него две пилы, которыми он может разрубать своих противников просто, ну, легко. Плюс у него вот уже какие-то, ну, сзади прям реально жуткие установки. Установки реактивные, которые как у ракеты. Установки как у ракет реально, чтобы он парил всего лишь на высоте, то ли, ну, как, 100 сантиметров от пола, наверное, да. Чтобы вот настолько, хотя нет, даже меньше, 100 сантиметров это, наверное, даже много. То есть где-то 50, наверное, да. Хм, да не, не, даже меньше, 30. Вот настолько низко он летает. И у него также есть очень много таких вот колючих предметов. То есть клешни тоже, наверное, можно их назвать клешнями или клешнями. И их здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть клешней. Также у него почему-то на глазах ничего нет. То есть у него вот такая вот перегородка на глазах. Я, кстати, до сих пор не понял, что она означает, почему она такая. И как они, собственно, видят. Наверное, это какой-то сенсор, он улучшает их видимость. А дальше астротойлет. Вот он. Я его не показывал еще. Ну, показывал, но не обозревал полностью. У него вот такая вот пушка внизу, как ты видишь, установленная. То есть она лазерная, скорее всего, испепеляет врагов. Также у него вот такая вот неизвестная установка вокруг него, которая вращается, постоянно вращается, как, я не знаю, как планета какая-нибудь. Ну и на голове у него какой-то шлем. Я не знаю, для чего он. Может, это ночное видение или что-то типа того. И не всегда он надевает ее на глаза. А может, даже и не нужно. То есть, может быть, он управляет временем с помощью этой каски. Также это, конечно же, толчок. То есть внедрен в эту всю систему именно толчок. Ну и это все по поводу вот этих вот улучшенных скибиди туалетов. И давай мы смотрим дальше. А дальше у нас такие простенькие персонажи, которых мы уже тысячу раз видели. Хотя вот я еще и взял усиленных таких. Ну вот спайдер камерамен. То есть паук камерамен. Ну мы его тысячу раз видели. Он обычный, ходит себе, спокойно стреляет в чё-то. Ну и больше о нем нечего сказать. Он достаточно слабый. Ну то есть он явно слабее вот этого летающего скибидя. Который, смотри, он с собой, кстати, хватает. Скибиди туалет зачем-то привязал его и уносит вверх. И прикинь, в это же время паук просто сейчас вынес очень много скибиди туалетов. Очуметь. Да ну, сейчас что-то будет. Ой, смотри, он реально прикольно атакует. Он хватает, получается, и взлетает, и потихонечку дамажит. Интересная атака. Но, это еще не все. У нас здесь Тиви Вумен и Тиви Мэн. Хочу сначала Тиви Мэна посмотреть. Выглядит он не очень презентабельно, скажу честно. И смотри, что сейчас будет. Пам. Пам. Ну, как ты видел, его просто за секунду уничтожили. И мы от него отойдем, потому что, ну, ты видел тысячу раз Тиви Мэна, и мы его так что посмотрели. Больше всего смотреть нечего. Поставим Тиви Вумен. Атаку ей изменили, интересно, или она все так же атакует? Вот у нее розовая улыбочка. Давай-ка мы ее скинем, скинем с этого высокого этажа, потому что по-другому не посмотреть, как она проводит атаку. Ну, и как ты видишь, ничего не изменилось. Она все так же подходит близко и начинает производить свой вот этот перехват телевизором. Ну, это все. То есть, можно отходить, да? Тиви Вумен мы посмотрели с Тиви Мэном. Следующий это у нас апгрейды Тиви Мэн Титан. Да, то есть, большой Титан Тиви Мэн. Он улучшенный при том. То есть, он с колонками вставленными, а это уже совсем другое дело. Кстати, у нас тут намечается внезапная битва, которую я вообще не подозревал, что произойдет. И мне интересно, будет ли этот летающий чел брать себе в руки Титана и попытаться его поднять. Не, посмотри. Не получается у него Титана-то поднять. Вообще никак. Ну, а что вы ожидали, как бы, да? Ну, и, следовательно, он выиграл. Притом, он издает какие-то звуки. Так, слышишь, это звук Титана Тиви Мэна. Ну, я думаю, что все, больше его нет смысла показывать. То есть, вот так он выглядит. У него колонки, мы его все видели тысячу раз. И вот такая вот штука сзади. Не знаю, что она делает. Наверное, взлетать ему дает. Дальше у нас Пикер Мэн Титан Апгрейдед. Это интересно. Но я, знаешь, такое ощущение, будто я его видел. Притом, он еще стреляет вот так. Ой-ой-ой, что он творит? Он же сейчас реально стрелять начнет. Бам-бам-бам, смотри. Бамс. Ну, нормально так шпилит. Вау. Круто. Ну, и вот он ходит, как бы... Ну, знаешь, мне он не особо нравится внешне. То есть, он какой-то некрасивый, я не знаю. Не, ну, вроде норм, но... Есть покруче моды, где он сделан более красиво. Потому что, смотри, ну, просто не самый, короче, приятный чел. Кстати, у нас сейчас намечается битва Infected с Пикер Мэна Титана. То есть, зараженного с кибидитуалетом и обычный. Сейчас они реально стреляются. Я смотрю, кстати, вот этот приседает что-то. Вот этот просто ходит. А этот, он еще какие-то приседания вытворяет. Прикольно, как турель встал такая. И начинает просто, ну, прям настреливать. И еще он взлетает. Вау, это довольно-таки эпично выглядит. Как будто реально битва Титанов. Но, при том, сейчас вот вмешается Тиви Мэн, скорее всего. И что-то поменяет явно. Что-то поменяет в этой битве. Исход. Исход поменяется. Если, конечно, Тиви Мэн сможет выбраться. И да, он сейчас помешает. Хотя нет, они друг об друга уничтожили. Уничтожились и не успели Титану Тиви Мэну дать что-то изменить. Прикольно, прикольно. Но мы еще не посмотрели всех. А у нас там еще достаточно монстров. Как ты видишь, ну, прям реально большое количество. И, походу, сейчас мы придем к интересным существам. Я хочу сначала посмотреть обычный толчок. То есть, этот толчок без всего. На него можно сесть, на него можно ездить. Чтобы, ну, порадоваться, поулыбаться, что ты тоже скибите туалет. Это же вообще здорово, да? Думаю, каждый бы хотел посидеть в скибите туалете, порофлить. Ха-ха. И выглядит это реально смешно. А еще есть вот такой вот паразитик. Паразит уродский. Мне он не нравится. Поэтому я, пожалуй, его просто пропущу. Ну вот, я тебе показал. Наверное, он еще заражает. Мне надо это продемонстрировать. Давай поставим дефолтного камерамена. Самого обычного, который здесь есть. То есть, вот этого. Блин. Он мешает. Паразит. Сейчас. Значит, мне надо прописать сейчас QE. Теперь они мне мешать не будут. И ставим спокойно и проверяем, что будет. Бамс. Заразился, видишь? Воу. Ха-ха. Он реально превратился. Кстати, неплохо передвигается. То есть, выглядит круто. Бррррр. Такой брыж сломанный. Но, давай-ка мы пока что отступим от этого. И поставим Big Club Toilet. Это вот такой вот здоровый скибиди туалет. Который, ну, реально апгрейднутый. У него какие-то системы. Чтобы вот эти вот все щупальца передвигались вместе с ним. То есть, несли вот этот огромный толчок. А все, о нем больше нечего говорить. Реально. Просто он вот такой. И, тем более, я его тысячу раз показывал. А вот что я не показывал, это вот такого вот токсик туалета. Я не факт, что я его показывал. Потому что это из сороковых серий там. У него вот такая вот ядерная бочка. Точнее, не ядерная, а токсичная. Токсичная бочка, которая содержит в себе очень много яда. Которым он успешно плюется изо рта. То есть, у него явно... Ну, он скелет. То есть, явно из-за этого у него слезла кожа. Я не знаю, как они его активировали. Наверное, вот эти вот все приспособления помогают ему оставаться в живых. То есть, вести себя. Как-то какое-то поведение имеется, рожаться и так далее. Далее у нас идет Титан Камерамен. Это апгрейднуто... Нет, подожди, это не апгрейднуто. Это просто улучшенный камерамен. То есть, есть у нас маленький камерамен. Есть средний. Есть большой. То есть, их называют Титанами. Ну, ты это прекрасно знаешь. Кстати, он довольно-таки крутой. У него вот такие вот джетпак. У него просто джетпак. Он также имеет щит, который он достает из-за спины. Вот таким вот образом. То есть, он его положил. Но он может и достать. Притом, на голове у него камера. Смотри, сейчас он призывает, так сказать, идти сражаться с ним. Файтиться. Ну, он идет как раз атаковать. Притом, вот этот вот яд токсичный. Он плюнул прямо в щит. Конечно, дамаг все равно проходит. Потому что такие вот мелочи в Майнкрафте очень сложно сделать модом. Но, как ты видишь, это выглядит все равно прикольно. И тем временем, помимо Титана Камерамен, есть Титан Камерамен. Титан Камерамен Апгрейдед. То есть, это улучшенная версия обычного Титана. И он повыше, побольше выглядит. Повыше он. Сам по себе, короче, высокий. И еще и повыше обычного Титана Камерамена. У него встроена пушка, конечно же. В середине у него есть вот такое вот приспособление, которым он выпускает синий огонь. У него есть молот. Также у него есть вот такие вот крылья. Ну и сам он апгрейднутый. То есть, ты видишь, какая камера. Здесь необычная белая камера. Это какая-то... Ну, короче, другой металл явно используется. Это все. Все, что я могу сказать об этом Титане. А теперь мы внезапно переходим на Биг Туэлет. Ха-ха, ты что думал? Спикер Вумен тебе покажу? Да покажу, конечно. Большой туалет это просто большой туалет. Нечего тут и говорить. А вот Спикер Вумен... Ох. Достаточно сильная особа. Выкрутаса делает лютое. То есть, вот показываю. Она прыгает. Она взлетает. У нее есть крутые способности. Она еще слушает музыку постоянно. Но, как ты видел, отлетела просто вмиг. Даже не знаю, почему так просто они отлетают. Но вот что они могут вытворять. То есть, реально какие-то внезапные ковырки с отталкивающим взрывом. Бам, смотри, как разлетаются. Но выглядит реально эпично. Это все. Кстати, я слышу музыку. Но она настолько тихая, что ты ее вряд ли услышишь. Поэтому мы, пожалуй, все это откатим. Ну, то есть, я не буду их уничтожать. Я просто буду продолжать обозревать. Ох, я большого сайентиста не показал. Сайентист это ученый из Кибиди Туалет. Я его реально случайно не показал. Сейчас покажем. Сейчас исправимся. Вмиг. Но я хочу сначала начать с сайентиста. Это ученый маленький. Что о нем говорить, не знаю. Он просто плодит паразитов и заражает камераменов. Кстати, есть камера вумен. Это камерамен, только женская версия. И она стреляет. Видишь как? То есть, каждую атаку она производит именно таким образом. Она опускает свою камеру и начинает стрелять. И сейчас она как раз воюет со Скибиди Туалетом. А также есть спайдер спикеры. Я их давно не видел, но вот как он выглядит. Он вот так вот атакует вот такими волнами звуковыми, которые должны дамажить Скибиди Туалет. Но я уже вижу, что у нас какие-то лаги, поэтому я, пожалуй, уберу их. Уберу его и поставлю нового. И, кстати, давай-ка сразу мы перейдем к гигант-сайентисту. То есть, к улучшенному, апгрейднутому Скибиди Туалету ученому. Выглядит он реально мощно. У него вот такие вот колонки спереди. Также куча атак. Взрывы какие-то производятся постоянно. У него вот такие вот клешни, которым он захватывает цель. У него есть вот такая вот на голове прикреплена лазерная такая вот пушечка маленькая. Но думаю, что силу она имеет большую, колоссальную. Ну и сам толчок. Толчок, кстати, как будто обычный, керамический. Но я думаю, что это не так. Тут уже какой-то титан идет. Что-то такое апгрейднутое. Ну и колонки колонками. Кстати, интересно, как он начал применять колонки против... Ну, то есть использовать колонки, которые использовали камерамены против них же. Это очень интересно. Смотри, зараженный спикермен и обычный. Чем они отличаются? Да тем, что спикермен красивый, добрый, танцует. А второй просто заражен. И он уже не такой веселый. Он не танцует. Он уже какой-то такой, как будто зомби, я не знаю. Летающий туалет. Ну, что тут сказать? Летает и летает. Реально так прокомментирую. А дальше кота на туалет. Это уже интересная тема. Потому что это относится к боссам с кибиди-туалетом. Он ходит, у него вот такие вот катаны висят. Довольно-таки сильное существо. И я думаю, что такой мог бы даже посоревноваться с каким-нибудь камераменом-титаном спокойно. То есть он этими катанами может спокойно ему вырезать клешни, руки точнее. Потом и сломать, короче, его пополам разделить. Думаю, спокойно. Сав-туалет. Это пила-туалет. Мы ее тысячу раз видели. Она просто летит на врага и распиливает его пополам. Ничего сложного, да? Как бы очень прост в использовании, думаю. Вот. И продолжаем. Теперь мутант-туалет. Биг-камерамен. Гитро-туалет. Джимен вот у нас тут уже появляется. Это очень классно. Что у нас такие здесь интересные модовые монстры. И вот он, биг-камерамен. Он абсолютно неинтересный. Ну, то есть он выглядит не очень солидно по сравнению с спикерменом большим. Я поставлю контрол, да. То есть, ну, он реально почему-то в два раза больше. Это очень мне странно. Мне это не нравится, что обычный камерамен, он такой маленький. Ну, то есть большой камерамен. Он тоже должен быть, ну, хотя бы в половину роста спикермену, если честно. Поэтому он не внушающе выглядит. Я про камерамена. Он не внушающе реально. Но это лишь побочка мода. Мутант-туалет выглядит так. Фух. Да, конечно, он немного стрёмный на самом деле. То есть, если посмотреть в видосах, он очень такой, знаешь, стелзовый. Он начинает подкрадываться. То есть, он вот так пробегает быстро-быстро-быстро. У него скорость большая. Из-за этого он, конечно же, пугает. Вот. Гидротуалет. Ну, мы его тысячу раз видели. Морда прикольная. И, кстати, как я и хотел. А когда-то у него были одинаковые лица. Теперь же у него все морды разные. То есть, реально, внимание на это обращено. Это очень круто. Я обожаю этот мод. Реально, очень круто сделан. Дальше у нас плангет камерамен. Плангер. То есть, это имеется в виду, что у него в руках. То есть, он вообще с собой носит вантузы. И ими сражается. Видишь, он вот сейчас мыл толчок. И это выглядит довольно-таки забавно. Я даже не знал, что... Ты посмотри, реально. Он уничтожает любой толчок так запросто. Ну-ка, покажи мне сейчас вот это деяние свое. Слушай, а он, походу, крутой реально. Ну, не всегда, конечно, он побеждает. Но если он, короче, сможет провести свою атаку, то это смыв. Это реально смыв. Он сможет и вот этого уничтожить. Сейчас покажу тебе. Да запросто вообще. Смотри. Опа, смыл. Бамс. Офигеть. Ну, это, конечно, побочка. Это очень странно. Он не может так уничтожать. Но это прикольно. Дальше у нас глич-туалет. Он просто реактивный такой вот. Весь молниинический. И перемещается реально телепортами. Довольно-таки сильное существо. Но я, пожалуй, не буду на него обращать внимание. Я его тысячу раз показывал. Джимен. Джимен. Я его тоже вроде показывал. Это улучшенный Джимен. То есть есть обычный. Первый МК-1. Точнее, не МК-1. А он просто Джимен-туалет. Есть МК-2. То есть он уже с прибамбасами. Он летающий. По сравнению с первым. Первый просто ходит. Третий. Он еще сильнее улучшенный. То есть у него больше пушек. Ну и как раз это вроде как раз МК-3. Если я не ошибаюсь. У него очки. Это явно говорит о том, что он третий. Вот. Ну что, у второго. А, подожди, у второго есть очки? Я что-то подзабыл немного. Ну ладно. Если я облажался, то облажался. Ничего страшного. Итак, Биг Спикер Мэн. Биг Спикер Мэн, ну что он из себя представляет? Это просто большая версия Спикер Мэна. Есть зараженные, есть не зараженные. Как бы. Вот. Есть зараженный камерамен. Есть зараженный Биг Камерамен. И выглядят они не очень хорошо. То есть как будто им не здоровятся. Они как зомби. Да, я это уже говорил. Поэтому поставим обычного камерамена. И порадуемся, что он не заражен. Но его сразу же уничтожили. Поэтому остаются только зараженные. И дальше басса в туалет. Это как раз туалет Донтист. Я так его называю. Потому что у него морда как будто он реально Донтист. Да? Плюс у него башка Спикер Мэна на теле. Как ты видишь. Походу улучшил себя он таким образом. И думаю, что ну все. На него больше опроса внимания не будем. Переходим к большому Тиви Мэну. Он на самом деле мне из этого мода не очень нравится. Выглядит он так себе. Но атакует прикольно. Типа да. Вот такой вот свет выпускает. Но это все равно не очень эпично выглядит. Он какой-то некрасивый. Ну а это субъективщина. Если тебе нравится, то ничего страшного. Не всегда Дон должен солидарен быть с моим мнением. И вот Спайдер Тойлет. Это паук. Паук Туалет. Ну это все вроде. Я его показывал как бы. Я записал обзор. Просто меня реально много просили. И это весь мод. Так что я надеюсь тебе понравилось этот видосик. Таких модов полно. Я могу и на них обзоры записать вообще запросто. Главное ставь лайкусик. Пиши в комментариях, если понравился видос. Подписывайся на мой канал, чтобы выходили новые ролики. Ну и конечно же. Не теряй. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok